Выходим. Пальчики ног, пальчики рук, стопы, киски, голени, предплечья, бедра, плечи, таз, торс, голову. На вдохе открыли глаза. Руки вдоль туловища. С выдохом поднялись. Получилось? Последнее. 16. 24. Валя, как получилось? Причем последнее легче. Восхождение на корпус сложнее, чем спуск снега. Буквально после пересечения пика уже задержку верхнюю 40, воспринимаем, что полегче. Здорово домой. Ну, я понимаю, что ты не остановишься. По пике я прошел 7-8, а 16, и, конечно, срок и паника в конце пики. На 30-2. Значит, смотрите, тут как бы в чем фишка этой темы. Ваш организм для вас маленький, ну, в самом начале легкий стресс, да? А, я никогда не делал 32, но я делал 24 или там 16, 24 на 24 делал, но добавив 8 нормально. Организм не находится в стрессовом состоянии, в средствовом состоянии, гиперкопнии нет. Потом оно начинает нарастать. Это мы тоже делали, он к этому готов, мы это отработали. Ну, был там небольшая такая, как бы, встрясочка, а дальше все нам знакомо. Дальше знакомо, нам становится легко, мы начинаем спадать, все спадать, спадать, спадать. 24 в конце делается легко, и тут ба-бах, ему, значит, то есть, типа такая жизненная ситуация. Все наладилось, все клево, а мы идем, и тут нам шарах снизу, там, в 4 раза больше, чем было до того. Ну, выплывается нагрузка, типа, и сразу возникает легкая память. И, а? А почему в 4 раза больше? Ну, так мы делали 8, задержку на выдохе, в 5 раз. А тут уже в 4 раза больше, 32. А, блин, я неправильно сделал, я делал 24 везде. 32 и 32, середину я делал 24. Ну, вот. А, вот. То есть, вот возникает, то есть здесь, как бы, тройная такая вещь. В некотором роде это отрабатывается, какие-то жизненные даже ситуации. Да, вот. Автоматика работы в этой жизненной ситуации. Микростресс вначале, потом, а, ну да, мы с него вышли, мы дальше знаем, как действует и так далее. И уже покатило, все классно настроилось, и тут, бах, неожиданная, как бы, поднагрузка получилась. Но, тем не менее, в дальнейшем вы будете, как бы, организм на автомате это отстроится, и он будет выдерживать эти безлёгкой паники и так далее. И важный момент, на который я попросил обратить внимание, это на то, как вы выходите. То есть, вот этот вдох после вот этой лёгкой паники. То есть, он для вас является таким... Вот. Или чем-то другим. Тяжёлый вдох. Нельзя плавно подменять, получается плавно вдохнуть. Оно всё настолько зажар. Вот. То есть, вот эта стрессовая ситуация. Я на Фейсбуке разместил... Кстати, я даже не ожидал такое количество лайков. Разместил видео, как работает дыхательная система. Ролик не смотрели. Ну, ещё дополнительный. Мультик такой классный. Ваня даже там отписал, что было бы хорошо там. Ну, это по-другому будет. Ты мультик написал. А именно там, перед этим идёт. Это и плюс ещё разместил уже те, как бы, типа научно подтверждённые. Данные по поводу подвязки переката. Смотрели там или нет? Не видели? То есть, то, что я говорил, что многие эмоционально... Психоэмоциональные состояния, они вызывают напряжение. Длительное напряжение. Либо, как это... Одна из трактовок, опять же, по почте вам сброшенная. Трактовка дисфункции очень хорошо. Потому что Нейматов там профессор. Ну, на мой взгляд, один из вариантов того, как организм борется с дисфункциями. Помните это? Вы там отзыв сделали, Евгений Яковлевич. А вот. То есть, тоже рекомендую. Так вот, в виде некого дисфункционного такого очага напряжение находится в области перикарда и легочных стволов. Вот. И вот эта вот штука, которая у вас сейчас, возможно, происходит, оно именно и связано с тем, что это же у нас завязка на дыхании. И мы с помощью вот таких вот техник, мы как бы можем автоматом, ну, относительно автоматом разряжать эти дисфункции. Эти напряжения, которые завязаны на легочных стволах, на бронхах и так далее. То есть, оно всё здесь в такую классную, чёткую цепочку ставится. Ну, это же, что идём в дыхательные, перед пиковые ситуации, если ты идёшь на начальство и знаешь, что он образовался, и вот ступенчатый метод. И, наверное, снимается вот эта профилактика. Ну, это один из вариантов таких, да. А эта, как профилактика, штука работает вот таким же образом. То есть, оно всё очень в логичную цепочку, как бы я перед этой тренировкой попытался, как бы, вас подготовить. Ну, если вы это всё, как бы, просмотрели, эту почту, эти штучки, как оно работает, и один из этих вариантов. Это первое. И второе, почему я, как бы, пытаюсь постоянно спрашивать о ваших ощущениях и так далее и тому подобное. Потому что, вот то, что говорил Евгений Яковлевич, интуитивное, что почувствование, вот, оно в некотором роде может развиваться тем, что вы чувствуете, когда вы находитесь в этих состояниях. То есть, возникают некие, какие-то такие штуки, которые, особенно, либо на задержке дыхания происходят, либо на вдохе, вот, как Оксана там. Ну, это уже более глубокие такие техники, которые мы делали в среду. Вот. Они очень чётко начинают, вот, в виде какой-то волны или ещё чего-то. Вот, какого-то внутреннего ощущения, которое, оно, по всей видимости, у каждого человека своё. И вам его нужно просто понять. То есть, я его ощущаю, как эта волна. Когда ты делаешь эту волну, опа, оно накрыло, всё становится легче. И если эта схема используется, допустим, в полной виньяси, и включается вот эта схема, и вы её знаете. Если вы включили это ощущение и поймали, то те же кольца, они делаются на автомате. Понятно? Приблизительно. Вы поймали эту энергетическую волну, и на ней её оседлали, и на ней работаете. Приблизительно то же чувство, которое возникает, если вы на серфе катались, то, соответственно, вот волну поймал. Можно даже и не на серфе её ловить. А вот идёт нарастающая волна, где-то на море, кто в шторм хороших катался, да, на волнах. То есть, вы поднимаетесь на эту волну, и если вовремя подняли задницу и опустили голову, то вы на берега можете элементарно метров двадцать провалить на этой волне. Ну, это... Я просто передаю те чувства, которые, если они пойманы, вам желательно поймать вот эти вот вещи, и эта интуиция, она как бы... Я считаю, что это не просто чёткая работа на интуиции, а это включение обоих полушарий. Тогда идёт наиболее экономичное и такое эффективное взаимодействие организма, мозга и всех остальных, ну, наших бытийных моментов. Что? Ещё момент. Обманка на 32 очень хорошо работает. Ну, мне помогло. То есть, 20... То есть, моя задержка на 32 – это 16, 8, 4, 2, 1, 1. Ну, этот алгоритм, да, я его как бы тогда с вами поделился. Да, он такой очень. Ты просто видишь, что вот, если перед человеком он идёт, ааа, блин, глаза видят, а руки делают. То есть, там такая гора, я на неё не взоберусь. А так ты раз, видишь, ааа, ты зашёл, ну, вот такая горка. Ну, зашёл, о, смотришь, там горка в два раза меньше. Ну, вот она ещё вершинка. Опа, и ещё там. То есть, эта вещь, как бы, в некотором роде родилась у меня, наверное, на Камчатке, когда вот выходили, ну, там в полной, в дупле, как я говорю. И вот ты видишь, ё-моё, там, оаа, там, значит, взобрался, а там такой, вроде бы идёшь наверх, поднимаешься наверх, и вроде там плоскогорье, а там такое сразу ущелье, в которое нужно опять спуститься, и опять подняться, и полный такой, ты вроде шёл, 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 ваа, и опять это такая же штука. А вот, а тогда другой вариант мы взяли, хождение, потому что там вот эти реки попромывали, на вулканах, эти, ущелья такие с сыпуном, с этим песком, глубиной метров по 30. Ну, мы тогда другую тактику выбрали, начали там траверсом ходить, и очень даже эффективно. То есть, легче было пройти в два раза больше, чем спуститься вниз и подняться вверх. То есть, ну, такой вот организм выбрал.